Первая совместная выставка работ преподавателей и учеников. Так было задумано организаторами это событие, состоявшееся в середине октября в Шадринской художественной школе. Само название проекта «Преемственность» говорит о смысле и цели новой традиции, которая по воле шадринских художников-наставников должна зародиться этой осенью. Студентов привлечь на наши выставки, чтобы они посмотрели, как их работа смотрится в окружении преподавателей. Вот это их подвигнет. Ну и то же самое касается преподавателей художественной школы. То есть на сегодняшний день у нас только преподаватели художественной школы, а хотелось, чтобы эта выставка была всей преподавателем города, допустим, а если она будет большая района. Пока это только мечты и планы преподавателя Шадринского университета, члена Союза художников России Сергея Брагина. Именно он был идейным вдохновителем этой первой в своем роде выставки. И он же первым рискнул представить на суд зрителей не только свои этюды, но и разножанровые работы своих учеников-студентов Шадринского университета, выбравших своим профилем изобразительное искусство. Решится разместить свои пока еще ученические работы рядом с творениями уже признанных художников шаг отважный. А потому пока работ учеников на выставке считанные единицы. Но это лишь начало. Главное, что сделан первый шаг, уверена директор детской художественной школы имени Федора Андреевича Бронникова Светлана Ершова. Все участники выставки, они преподаватели. Кто-то в школе, кто-то в университете, но тем не менее они работают с учениками. Именно ученикам художественной школы, студентам художественного профиля университета, а также ученикам общеобразовательных школ, в программе которых уроки рисования до сих пор являются обязательными. И адресована эта выставка в первую очередь. В связи с пандемией вывести детей на какие-то выставки стало проблематично, очень проблематично. Имея профессиональную, интересную, такую весомую выставку в школе, провести на базе этой выставки обзор работ, обсуждение работ, показать уровень свой педагогический по отношению с другими педагогами, которые участвуют в этой выставке, я считаю, что это большой подарок организаторов этой выставки. Осеннее обострение ситуации с вирусными инфекциями, разумеется, повлияло на масштаб открытия выставки. Присутствовали только несколько ее участников. Каждый из педагогов, разумеется, имеет допуск на работу с учениками, а значит, никакие санитарные нормы не были нарушены. Не собираются их нарушать и впредь. Посетителей старше 18 лет здесь ждут только с документами, подтверждающими их безопасный ковид-статус. А групповые посещения школьниками запланированы на время между сменами в художественной школе. И все же даже такие жесткие условия не умаляют значение первой совместной выставки учеников и педагогов художественных дисциплин «Преемственность». Полина Яковлева работает в художественной школе с детьми из подготовительной группы и учениками постарше воспитанниками второго класса. Показать детям, на что в плане творчества способен сам педагог, это очень важно, уверен на молодой преподаватель. Я помню, что мне было важно увидеть, как мои преподаватели рисуют, изображают что-либо. И я считаю, что преподаватель, если он преподает, то и он сам должен тоже развиваться в этом плане. То есть обязательно нужно рисовать, потому что забываешь, нужно постоянно это поддерживать. И когда дети видят, как их преподаватели рисуют, я думаю, это тоже для них важно, так же, как и мне было. И, возможно, такой толчок, что вот я тоже так смогу. Для самой Полины Александровны участие в выставке – это не только возможность продемонстрировать свое творчество воспитанникам, но и шанс услышать мнение более опытных художников. Мы нуждаемся в этих выставках, мы их приветствуем, потому что обязательно нужно расти всегда, есть к чему стремиться. У нас, к счастью, к огромному, есть талантливые художники в городе, у которых мы можем попросить совета, перенять опыт. И когда они готовы делиться опытом, мы это очень, как молодые преподаватели, ценим. Член Союза евразийских художников Юрий Кислицын – один из тех, кто готов делиться с начинающими художниками собственным творческим опытом. Его пленерные зарисовки – яркий пример того, как увиденное мгновение превращается в полотно полное света и эмоции, которые непременно найдут отклик у зрителей. Внимание самого художника на выставке особенно привлекли работы, которые объединены темой уходящей старины. Ладно, что представлен Старошадринск. Я вижу, что некоторых зданий уже нет. Даже с семьей, которые рисовали, их сейчас уже нет, этих зданий. И наша история останется не только фотографией, но еще и в живописи, и в графике. Возможно, уже следующая выставка «Преемственность» представит зрителям большее количество именно графических работ. В этом году член Союза художников России, преподаватель художественной школы Виктор Борисович Долгушин, начал вести курс графики. Кто знает, быть может, кто-то из его учеников продолжит традиции самого мастера. Ну а на этой выставке можно увидеть графические работы члена Союза художников России Веры Похотиной. Ее пристальное внимание к деталям, отточенное мастерство и тонкая изобразительная манера дают возможность увидеть запечатленные на бумаге архитектурные шедевры уходящей шадринской старины. Выставка в художественной школе продлится до 31 октября, а затем все представленные на ней работы переедут в холл факультета технологии и предпринимательства Шадринского государственного университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова